ФСБ, они подошли такими? Ёми не лай на людей! И проверим на скрытой камере, кто первый его шапает. Нельзя! Ты слово нет забыла? Ты слово нет забыла? Нет! Демоны, 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 демоны в них... Привет, я Анимэджик, и сегодня я простую. Я вернулась дома. Не только в России, но и в Мэджик Хаусе. И не только с Юмичу, но и с Софишей, с Кисой Алисой, и вообще, да. Фух! И так как я вернулась, и я решила снять видео на же день, потому что это одна из ваших самых любимых рубрик. И якобы должна сейчас встать такая, пойти, накрасить реснички, припудриться, приодеться, все дела, как обычно. Но я не хочу. Я очень много думала об этом. И я хочу быть с вами честной, и я хочу поделиться этим. Мне еще предстоит дальше большой путь. Но я хочу делать то, что хочется мне, и то, как хочется мне. Это не значит, что я раньше кого-то обманывала или что-то, но я знаю, что я очень много пыталась соответствовать всему вот этому вот диджитальному миру. О том, как я должна себя вести, как подавать, что говорить, как что показывать. Я больше так не хочу. Я хочу быть просто собой. Я самоцензурировала себя очень много. И здесь не вопрос в том, что я хотела показаться кем-то другим. Я хотела соответствовать тому, как бы, принятым каким-то вещам в обществе. Так выглядеть нельзя, а вот это перебор, окривляться вот не надо. Я очень боялась, я очень боялась ошибиться. Я делаю шаги к тому, чтобы просто быть такой, какой я хочу, говорить то, что я хочу, делать так, как я хочу. Еще одна очень важная вещь, которой я хочу с вами поделиться, одно событие, которое произошло в моей жизни, которое все перевернуло, которое это... В первую очередь я расскажу об этом в Телеграме. И потихоньку-потихоньку я уже там кое-что рассказываю, поэтому обязательно приходите в Телеграм, в запрещенный Инстаграм, но лучше в Телеграм, потому что там я больше пишу, больше рассказываю. И там я расскажу самую главную вещь, которая случилась. Самое главное, я хочу это обязательно с вами обсудить. И ваше участие мне очень будет нужно. Если честно, у меня даже немножко руки дрожат от того, что я сейчас делаю, от того, что происходит в моей жизни. И я надеюсь, что я более подробно все вам расскажу на канале Немаджик. Я планирую туда снять видео, на котором я отвечу на все ваши честные вопросы. На все ваши вопросы очень честно. Все, что вы не знали обо мне, все узнаете, все расскажу. Ссылки в описании. Увидимся в езде в остальных местах. Погнали. А еще по приезду я забрала свой фармикарий. Кто еще помнит, это огромное количество муравьев в муравьиной ферме. И если вам интересно видео про то, что с ними за все это время произошло, то давайте плюс в комментарии или что-нибудь. Ну, короче, чтобы я поняла, что вам это интересно. Если вам не интересно, я не буду снимать. Ну, там капец, конечно. История такая, там сериалы все отдыхают. Там просто Игра Престолов отдыхает. И Гарри Поттеры. Я иду в ванную. Это значит, что ты идешь в ванную комнату. Если ты говоришь, я иду в ванную, то это значит, что ты идешь в ванную. В ванную. Я в ванне. И я в ванной. Не обращайте внимания. Это я просто сама пытаюсь перестать совершать эту ошибку. Я сейчас должна такая, типа, почистить зубки, умыться средствами. Вот это вот все красиво. Но нет, я иду гулять собак. Да! Погнали! А еще ставьте лайк, если вам понравится такой формат. Искренний, честный. И просто на улице холодно, поэтому, да, я надеваю вот эту вот штуку с кайпюшоном, с ушками. А вообще, вот знаете как, хотите, пишите комментарии. Не хотите, не пишите. Хотите, ставьте лайк. Не хотите, не ставьте. Вы вот как от сердца чувствуете, так и сделаете. Ну и заодно посмотрим, вот сколько наберет видео, в котором я не прошу лайки, комментарии, лайков и комментарии. Столько же, сколько где я прошу. Мы не выходим. Пока нельзя. Идем. Пошли. Покимон у нас самая быстрая. Софи? Софи все у нас немножко подтормаживает. Чихает, кашляет, бедняга. Туалетная зона. Заходите. Они уже сами знают просто прекрасно. Как заходить в туалет? Он огражден вот таким вот заборчиком. Чтобы не убирать какашки по всему участку. Все, пошли. Все, жопу пушистые побежали. Так, лошадки. Открываю дверь. И мы не залетаем. Мы ждем. Потому что до этого они залетали просто. Заходим. Можно. Пошли. Софи по утрам принимает два вида таблеток. Одну вот такую большую. И половинку вот этой. Это сердечные таблетки. А вечером одну вот такую. Смотрите, как она их ест. Вот. Все. Вот так мы съели таблеточки. Да. Воспитание по принятию таблеток. Уровень бог. 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 С нами бог. Дай лапу. Молодец. А другую? Другую? Нет. Что все? Сидеть. Дай лапу. Молодец. Другую. Молодец. Сидеть. Молодец. Задыхается немножко. Вот так она последнее время чихает и часто задыхается. А еще кашляет иногда. Потом мы немножко кушаем в нашей собачьей комнатке. Кто помнит рум-тур по этой комнатке? Помните мисочку? Розовый цвет Софишки. Принимаю ставки, кто быстрее съест. Юми уже все сожрала. Нормально ты. Сейчас начнет посягать на Софишкин корм. Нет, Юми, не посягать. Вот так она порой задыхается. Еще плохо слышать стало. Софиш, Софиш. Все хорошо. Спокойно. Спокойно. Никто у тебя не отберет. Я сразу вспоминаю, как с Эйвеном это было. Да, откашляйся. Кто не в курсе, кто не помнит, я говорила, что у Софии обнаружено такое же сердечное заболевание, как у Эйвена. Они все-таки брат с сестрой. Видимо, это какая-то генетическая история. Я уже не знаю. Но вообще считается, что чихуашки склонны к сердечным всяким проблемам. Но я не хочу об этом думать. Пусть все идет, как идет. Утренний кофе в чашку покемона. Покебол. Поки-кофе. Кофе-пок. Это что, протест? Почему я отхожу? Ты же за мной, София. Это суперчестное видео, поэтому... Да, мы все не идеальны. Так примерно выглядит моя жизнь. Непонятно, что с этим всем делать. Вечером лень, утром тоже лень. Но надо себя заставлять. Шучу. На самом деле, умные дяди и тети в разных соцсетях говорят, что нельзя себя заставлять. Поэтому я не буду себя заставлять. Мой любимый холодильник. Короче, яиц у нас нет. Варенье заплесневело. Будет просто жареное мясо с салатом. Знаете, почему я больше всего скучала все эти месяцы не в России? Черный хлеб. Черненький. Такой вкусненький. Ни в Мексике, ни в Америке я просто не могла найти вот этот вот наш черный хлеб. Бородинский, черный. Вот такой вот хлеб. Потому что у них просто нет такой муки. Они просто его не делают. Он просто другой. Его просто там нет. Ну, короче. Супер честный влог. Без эстетики. Завтрак с невидимыми яйцами. Хотела авокадо, но они не спелые. Очень вкусный будет омлетик. Кинза просто для салата. Омлет, я считаю, просто шикарный. И все очень даже эстетично. Божественно. Сейчас моя любимая тема подкидывания. Координация уже не та, Аня. А жизнь становится все сложнее. А вот сейчас, после еды, я уже и буду чистить зубы. Кто следит за моими роликами, знает, что у меня в Мексике украли айфон, а на нем был микрофон. Поэтому микрофона у меня для телефона сейчас нет. Снимать я буду тоже на телефон, потому что камера моя сломалась, и я сдала ее в ремонт. Микрофон я до сих пор еще не купила, а еще у меня сломалась машина. Как мой мозг связал сломанную машину с тем, что я буду снимать на телефон? Не спрашивайте меня. Я не знаю. Кошку приучили не орать у двери, а сидеть и ждать, пока ее не выпустят. Потом она вот так вот выскакивает, а потом опять заходит. Иди. Мы выходим, заходим, выходим, заходим. Здрасте, еще раз. И снова туда-сюда. Алиса, может, хватит ходить туда-сюда? Туда-сюда, 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 туда-сюда. Не надоело тебе еще? Что? Тебе еще говорю, не надоело туда-сюда, а? Что? Ты только пожрать приходишь? Маленька, ты маленька. Я мечу такая. Че? 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 Алисина когтеточка. Алисин дом, на котором она тусуется, лежит, чаще всего вот там наверху. Пошла, пошла. Пошла, кошка. А это кошкин дом, еще один вот такой вот гигантский. Стоит он теперь вот тут. Раньше он стоял в студии, кто помнит? У меня по тебе сейчас скучилось, моя псисечка, ты моя. Да, моя сисечка, сисечка, моя любимая, я как по тебе соскучилась. Я решила повторить сегодня несколько видео из тиктоков и из всяких соцсетей. И я видела такой видос, где чувак очень миленько так, он перекладывает руки, а маленькая таксочка, он вот так вот перекладывает их, а она вот так вот к нему ложится. Он перекладывает, и она все равно к нему ложится. Короче, я решила повторить разные видосы. Иди вот сюда, руки. Да, ну ты моя кутика, я по-моему ее лаппу. Давай, вот сюда, иди отсюда. Вот сюда, в руки, в руки, залазь сюда. Давай, давай, вот сюда. Вот сюда, иди в руки. Помните, когда-то очень давно было видео про нашествие мух? Так вот, эта история не перестает прекращаться в какой-то определенный момент, когда на улице становится холодно, в доме тепло, эти мухи через крышу, и уже не знаю там через что, начинают проникать в дом, и здесь становится просто капец. Поэтому я сейчас буду пылесосить, и нет, это не реклама пылесоса. А могла бы быть. А заодно я проведу эксперимент. Юмичу, пошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сразу видно, у кого тоже мамы не было нормальной Хочу немножко рассказать про встречу Я не была с Кис Алисой и Софи 10 месяцев И Юмичу тоже их не видела Так вот, Софи, когда меня встретила Я думала, что она пипец обрадуется, сойдет с ума Эту встречу надо снимать Но я, конечно же, ее не снимала, потому что мне было лень А во-вторых, Софи такая, типа, привет И все Как будто мы не видели 10 дней Обидненько было немножко, конечно Киса Алиса вообще такая, типа, я вообще, как бы, ты, ты, ты Ну, как бы, она, в принципе, всегда ко мне так относилась Алиса Алиса, ты меня помнишь? Алиса! 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 С Юмичу Софиша общается, как обычно Как будто ничего не произошло А с Кисой Алисой Софи явно за 10 месяцев дружились И поэтому Киса Алиса вообще прям не переваривает Юмичу Она такая, не подходи ко мне, не подходи Не подходи ко мне А Юмичу пытается ее строить Хорошо, что, по крайней мере, сейчас Юмичу не так сильно пытается строить Софи Потому что она явно доминатная собака И она явно такая, типа, чувствует себя главнее всех А Софиша уже стареет, Софиша уже не может ей оказать должного сопротивления Отстроить свои границы, как понимаете, да? А может, и не понимаете, но не важно В общем, да, вот так Так что, как будто ничего не произошло Как будто я немножко так перемаст... Попутешествовала в космосе Но никто этого особо не заметил Но Софи все равно меня любит, да? Ты же меня любишь? Ты меня любишь, моя собака, сладкая? Конечно же, ты меня любишь, моя пузька, жопка пушистая, моя Мои золотые кнопочки Кстати, в доме, как вы видите, почти ничего не изменилось Кроме вот студии как раз Тут теперь художественная комната Просто посмотрите Рисовательного И вот тут И вот тут Мы потом пойдем гулять на улицу Смотреть сад, что там вообще изменилось И с собаками погуляем, но это попозже Потому что сейчас у меня через 5 минут начинается сессия с моим терапевтом, с психологом Я наконец-то пошла в терапию, надо было сделать это раньше Всем советую, хорошие психологи вам помогут обязательно во всех ваших трудностях Если вы сами с ними не справляетесь Это не реклама онлайн-сервиса психологов А могла бы быть Стой По поводу обеда, я на самом деле есть не очень хочу Может быть я и не буду обедать, но поужинать точно придется И вообще в холодильнике не особо много еды, поэтому что я решила Нет, я готовлю иногда Недавно я даже в сториз выкладывала, что я делала голубцы И у меня от них осталась вот такая вот очень вкусная жижечка Поэтому я сварю гречечку Это гречка, гречечка, гречечка, гречечка Гречу я не ела тоже очень много месяцев Потому что в Америке, в Мексике нет гречи Ну, если она и есть, то она очень дорогая О боже Только мне надо понять, как ее варить, я не помню Алиса, как сварить гречку? Интересно, у кого-нибудь сейчас включилась Алиса, которая скажет, как варить гречку Ты что кряхтишь-то? Что ты кряхтишь-то? Что ты кряхтишь-то? Это монстр Докатились Гречку варим по инструкции Офигеть, я сварила гречу Сейчас мы сделаем вот что Вы понимаете, да, что это пример того, что рано или поздно проблемы надо решать Знаете, насколько сейчас для меня гречка с подливой это просто божественное блюдо? Последняя капля Когда-то случается у всех Когда собаки хотят гулять Они вот так вот стоят под дверью Говорят такие Ну давай уже Давай уже пойдем уже гулять Пойдем уже пойдем Ну давай, выпусти нас в туалет Хочется, мама, ну пи-пи Кака, понимаешь, ну давай уже пошли Причем, смотрите, это вот реально два разных типа людей Холерик точнее и убийца Это как в меме, который я недавно видела Ты такой в обычной жизни Да Серьезный А один на один с собой такой Желтые сапожки Желтый чайничек поставить Душик сходим сейчас Проверка на прочность нет Выйди Выйди Я не сказала еще Точнее, войди Можно Выходим На старт не понимаешь? Пошли Можно Все Здорово Здорово Это Коля Колян Да, это я Вот, а потом придется какашечки собирать Ага, ага Вот так вот это и работает, да Вот надо запомнить, где какашка Если вы видите на улице человека, который подбирает закладки Задумайтесь Может быть, это просто собачник ищет говно своей собаки У меня была такая ситуация Ко мне даже подошли серьезные люди в Сочи И сказали, что соседи Сказали, что я закладочник Логично, я вся в татуировках, в цепях такая ФСБ Они подошли такие Мы тебя берем на заметку Покажи свой паспорт Все такое Но потом я поняла, в чем дело Я просто собирала говно своих собак Остров уличный Уличная кухня Здесь еще не доделана Но уже есть раковина Кран Еще одна небольшая обновочка в интерьере Это вот такие вот кресла для отдыха со столиками Конечно же, летом сад выглядел гораздо эффектнее Но я не успела приехать летом Юмичу Покемон Смотрите на ее хвост Горит Лисий хвост Горящий кончик Господи, что я говорю? Холмы 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 Многое уже пообрезано Многого сейчас не видно А так оно вообще все зеленое И очень разрослось Как вы видите Кстати, я хочу узнать Есть ли здесь прям олды-олды Напишите в комментариях С какого момента вы смотрите канал Я не выпрашиваю комментарии Мне сейчас просто реально интересно Я прям буду читать Потому что это очень важно Потому что это связано с той новостью Которую я хочу сообщить в других соцсетях А потом, возможно, и на канале Но гораздо позже Поэтому соцсети в первую очередь Потому что, мне кажется, именно олды То есть новые люди тоже удивятся Им будет интересно А вот олды будут прям вообще в шоке Тут, как вы помните, был водопад Он и есть Просто сейчас он уже выключен Вот так он по ручейку В котором Софи валяется Летом Идет вот сюда Вот сюда Вот сюда Вот сюда И приходит в пруд Давай, проходи ко мне Чипок Чипок Где киса Алиса? Пошли Пошли А где киса Алиса? Здесь вот такие вот надстилы Над стилы Над прудом Настилы над прудом А это дом В японском стиле Летний Он еще достраивается Его еще не доделали Короче, кому будет интересно Посмотреть, что там внутри И вообще, как это все сделано И для чего вот эта пристройка Потом увидите А лобное место вот там На него потом будет поставлена такая штука Для огня И вокруг можно будет сидеть И мы счастливы Альфа-Гравити покрасили в красный Ой, такая трава высоченная стоит А вот здесь уже все постригли И газон постригли И много чего постригли Осенью уже не так, конечно Все прям зелено-зелено Но что-то еще Зеленое Я уже не помню, если честно Видели ли вы еще какие-то дополнительные постройки В курсе ли вы вообще, что тут еще есть Но тут есть теплица Огород Ну, не знаю, насколько вам это все интересно Поэтому я не буду особо рассказывать и показывать Юми, не ходи по грядкам, пойдем Наташа Мой директор Дизайнер Художник Идейный человек Очень творческий Творец и создатель Хранитель мэджик хаоса Капец, огромные Юмичи Юми, не лай на людей Покемон Вот охрана Один раз я услышала ночью Такие адовые крики Просто мяуканье котов каких-то И я поняла, что это киса Алиса Но там был еще один какой-то голос И потом выяснилось, что она гоняет Просто с участка здесь всех соседних котов Которые сюда приходят Просто такая Вау Смотрите, как кошки этих видозок Защищает свою территорию Идет Здрасте Здрасте Здравствуйте Здравствуйте Вот смотрите Сейчас София плохо видит, видимо И плохо слышит София, это я Заходи Пока меня не было Мне уже жаловались и говорили Что Софиша плохо видит и слышит К сожалению Ну, возраст 6 ноября Софии исполнилось 12 лет 12 лет На самом деле Я сейчас здесь, за городом Не постоянно жить Я скоро поеду Не переживайте Не на 10 месяцев Жить в Москву Так что посмотрим Что нас ждет дальше И такие сейчас изменения в жизни Произошли Это просто капец Я даже не могу предположить Что будет с этим дальше Что вообще меня ждет В этой жизни Вы все скоро узнаете Смотрите, кто это Это гусь Обнимусь Гигантский Обнял Софишку А Софишка такая Что больше всего Любят собаки По крайней мере мои Сыр Сидеть Молодец София игрушку принесла Сидеть Молодец Сейчас я оставлю Кусочек сыра на столе И проверим На скрытой камере Кто первый Его сопрет Я посмотрела Это была покемон Юмичу Сейчас попробуем Убрать Юми Потому что она слишком Быстрая и молодая Положить кусочек сыра И проверим Как Софина Это отреагирует Будет ли она Хорошей собачкой Или нет Софиша находилась В этой комнате И на стол В отличие от покемона Не запрыгнула А теперь объясняю Нехорошо Что собака прыгает на стол И это плохо Такого быть не должно Тем более за спиной хозяина И это значит Что я избаловала Юмичу И нам предстоят Серьезные тренировки Вот так вот Блин То есть Смотрите Смотрите Побежала То есть Если бы я ей позволила Запрыгнуть на стол Нет Слезь С дивана То тогда Это было бы норм Но ей никто Не разрешал на стол И Софи На стол Не залезла Потому что Ей туда Никто не разрешал По команде По команде Собака должна Запрыгивать Куда угодно Если я ей позволяю Это разрешает Софи так не делает Почему? Потому что Она воспитанная собака А Юмичу Избалованная собака Ее избаловали В этой поездке Оправдываться Конечно же Что у меня Не было времени Или что-то такое Я не буду Я действительно Мало занималась Мы мало тренировались И поэтому Наш покемон Юмичу У нас Просто делает Что хочет Творит что хочет Конечно Это не отменяет Того Что все равно Я ее много Дрессировала В детстве У нее Все нормально С воспитанием Она слушается Она послушная Она способна Вообще Она очень многое Но вот сейчас Начался такой моментик Где получается Она такая А может быть Можно сделать По-своему И как бы Норм Но на самом деле Если у собаки Есть как бы База уже Что у тебя На подбородке Там То какие-то моменты Воспитания На самом деле Можно очень быстро Восстановить Я тебя похвалю Если не возьмешь Нет Нельзя Молодец Нельзя Молодец Нет Ты молодец Будем заниматься С невоспитанными Собаками С тобой Конкретно Пирог Нельзя Резаться Нет 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 В нос В нос Можно Можно В нос Все Молодец У меня сыр Просто в руке Нет Нет Ты слово Нет забыла Я не поняла Ты слово Нет забыла Ты слово Нет забыла Нет Позор Нет 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 Вот Молодец 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 Нет Нет Да уж Это демоны, демоны просто в этой собаке Демоны, 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 демоны в нее вселяются У нее вселяются демоны, когда она видит сыр Уже совсем вечер за окном Пора позаниматься своим образованием, своими тренировками У меня вот есть IQ пазлы, книги, которые я читаю Вот блокнот с желанием веду, дневник Теперь тоже начинаю вести Еще я рисую И я, кстати, поняла, что не буду пока что показывать рисунки Потому что они кое с чем связаны Если вам интересно, в соцсетях тоже буду рассказывать А то я просто все уже в видео расскажу И уже вообще неинтересно А они очень важны Потому что они связаны с кое-какой вещью Это связано с одной С одним событием, которое случится скоро В общем, как человек с настоящим синдромом Дефицита внимания и гиперактивности Я, конечно, диагноза в себе не ставлю, но Сначала я увидела в интернете очень интересные видеомемы И решила сделать такой же про себя, чтобы выложить в соцсети Потом мое внимание вернулось к тому, что надо все-таки пропылесосить комнату Потом мой мозг решил, что надо таки помыть посуду Потом я снова вернулась к чтению книжки Потом пора было покормить королевишну Алиса! 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 Нервная система! Мне бы такую нервную систему Наш кардиолог, у которого Софи наблюдается Сказала приезжать в декабре Так что скоро поедем снова на проверку Да Все, все, все У нас зуб выпал первый, понимаете? Вот так вот У нас нет переднего зуба одного теперь Мы беззубые А сколько нам лет? 27 декабря будет, а? Сколько нам лет будет? Семь Вечерняя таблетка за час до еды Софишки Засели перед телеком Обожаю, когда мелкие пушистики рядом Вот так вот смотрят телек со мной Они, кстати, на телек вообще не реагируют Один раз я видела, как Алиса отреагировала на телевизор Я осилила интервью Бургенштерна, между прочим, с Собчак Оба Одно Сколько там? Три часа Второе Полтора часа Вот столько времени жизни я потратила на это Вот, кстати, многие люди Говорят, что они не могут есть одну и ту же еду На ужин, на обед и завтрак А я могу А пока собаки кушают, ужинают Я пойду знаете куда? Там же ночь Нет, ночью не надо Давай ночью нет Ладно? Нет Нет А ночью во дворе горят фонарики Освещают дорожки и садик и вообще все И прекрасно все видно теперь, красота И самый главный вопрос, как собаки в темноте входят в туалет А у них тут свой фонарик А вот и светлая О боже Как кайфово На улице холодно, а здесь жарко Бля Мама Он сам заработал Гидромассаж А ща будет светомузыка Ой, не то Ой, мама, не то Спокойно, спокойно А вот это людям с эпилептическими припадками лучше вообще не включать Давайте прощаться Ух, ух Ух